НЕ симметичная монета. Что это значит? Давайте договоримся, что единичка выпадает с вероятностью P, а ноль – вероятность P, которая равна минус P. Требуется дисперсия. А перед дисперсией, разумеется, среди задачи. А сколько раз? Да, это раз. Желательно, конечно, опять начать с таблички. Средние значения, кстати, совсем лучше. P умножить на 1. Это сначала n равно 1. Плюс Q умножить на 1. В основном вы посчитаете отражения. Отлично. Писать у нас там нет сообщения. Хорошо. Для 2 давайте. Вы выпущите все варианты. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. И у каждого напишите вероятность. Чему равна? Нет. Нет, вероятность. Это здорово. А, вероятность? Куб. Конечно. Ну, квадрат. Потому что оба раза выпал 0. Да. Тут P. Квадрат, да. Тут P. Квадрат, да. Тут P. Да. Ну, на самом деле, лучше было в одной руке считать. Куб P, друг P. Ну, не важно, нет уже. Уже записали. Так, и теперь поехали. И теперь P. Плюс 2. Да. 2. Да. Плюс 2. Отлично. Умеете ли вы это считать? Можно вынести 2 при со скобки. А в скобке будет тогда что? Куб P. Да. А это сколько? Это 1. Это 1. Значит, ответ. Да, подпишите. Ну, и еще. У вас есть правая доска. Быстро выписывай опять все в ряд. Ребята, хочу сказать, меня это волнует просто, чтобы вы привыкли к число сочетаниям, чтобы вы привыкли считать самовеличение. Это просто вопрос тренировок. У вас 8. Что сейчас написано, да. Справа значение случайной величины, слева вероятность. А, да, да. Сколько единичек, сколько у Hp. Да. Совершенно верно. И здесь количество единиц. Все успевают принимать? Хорошо. Да, что? Разве не треет P в квадрат куб? Да, P в квадрат куб и количество единиц. Еще надо назначение уменьшить. Еще надо уменьшить. Да, уменьшить. Есть ли? Да. Тогда можно уменьшить до линии P. В квадрат куб. Да. Что там остается в скобке? В квадрат куб. В квадрат куб. В квадрат куб. Да. В квадрат куб. В квадрат куб. Отлично. Чувствуете с номером? Да. Ответ будет, конечно, Np. То есть мы это еще не доказали, но не чувствуется, что Np. Хорошо. Теперь дисперсию можно считать. Собственно, все для этого, что нужно, у вас уже есть. Надо, например, здесь вот чертить столбец и в квадрат ввести все эти части. Ну так, и все помнят форму, да? Дисперсия – это разность между средним значением квадрата и квадратом среднего значения. Квадрат среднего значения берется просто из таблицы, да? Вот это квадрат. Да. Вот это квадрат. А среднее значение квадрата придется считать. Это и есть. Ноже, может, на квадрат можно написать. Здесь 2pq плюс 4p квадрата. Просто упражнение для тренировок. Чтобы мы запомнили это деление. А? Да, конечно, да. И что же мы не такое? Я думаю, 2pq… Надо было 2pq… Так. А… Ну, чётко вот и видно, что что-то не то получилось. Что это? Нет, просто ответ-то я наизусть помню. И ответ не такой. Вы стали считать сразу вторую способность, а среднее значение взяли из первой. Понятно? Среднее значение надо записать 4b в квадрате. То есть 2b в квадрате. То есть у вас здесь всё правильно, то есть 4b в квадрате. И вот, и вдруг всё станет лучше. Получился ответ 2b. А это правильный ответ. Здесь да. Но всё-таки давайте-ка первую. Тоже посчитаем. Там всё легче. Получилось, что это 2b в квадрате. Смотрите. Там вообще-то надо взять среднее значение квадрата. Но когда вы бросаете один раз, что квадрат, что сама случайная величина, это 2b. Согласны? Когда вы бросаете один раз, то у вас может быть либо 0, либо 1. Поэтому фактически это будет p-p квадрат. Можно ли как-то попроще писать p-p квадрат? p умножить 1 минус 1. А p на 1 минус p это что? p-cq. Попишите p-cq. p-cq. Попишите p-cq. Понятно ли? Да. Ну вы хотите легко объединять. 3. Да. Плюс плюс на маркетинге. Да. Плюс 9. И минус что? Минус что? Минус квадрат среднего значения. Да. Да, тогда нормально. Что дальше будет? По-моему, шучу. Можно вместе 3B. Давайте вынимаем 3B. Уже хорошо. Что там останется? Останется 4B. Да, да, да. Хорошо, пишите, пишите, дальше. Давайте я вам расскажу, что бывает, когда из P2 вычитаешь P. Вы это один раз уже писали. Вот напишите оттенок здесь внизу. P2-P. Это будет минус P умножить на минус 1. Да. Значит, вот это последнее выражение, оно не такое уж страшное. Это будет минус 3B. Вот это последнее, 3B квадрат минус 3B, это минус 3B квадрата, согласны? А когда из 4B кв вычитаешь, 3B кв будет? Если можно, перепишите. 3B квадрат минус 3B квадратин filed и принäl Южниковый квадрат минус 3B кв. Если подумать, это можно еще проще написать. 3B квد. Умножить Алиныp кол Видит на так.